Пьяная ссора с соседом привела 57-летнего жителя Саранска на скамью подсудимых. Фемида признала его виновным в убийстве. Напомним, эта трагедия произошла 16 декабря прошлого года в доме на улице Коваленко. В гости к осужденному пришел 45-летний сосед, и они устроили застолье. Мужчины распивали спиртные напитки, когда между ними произошла ссора. В процессе выяснения отношений осужденный ударил ножом своего гостя в область грудной клетки. От полученного телесного повреждения пострадавший скончался на месте происшествия. Испуганный хозяин квартиры побежал к соседям и рассказал о случившемся. Те, в свою очередь, вызвали скорую и полицейских. Мужчину задержали в тот же день. По факту убийства пролетарский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело, а подозреваемого заключили под стражем. И на следствии в суде он полностью признал свою вину. В последующем, после задержания и в ходе проведенных допросов, осужденный пояснил следователю следственного комитета, что ссора между ними произошла из-за того, что потерпевший стал у него просить деньги в долг на приобретение спиртного. С учетом всех обстоятельств и характеристик гражданина, суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В законную силу это решение пока не вступило. А вот криминальная история, которая произошла на Химаше, закончилась для обвиняемого немного мягче. Прикованный к постели Александр Ломакин был главным свидетелем. Вспоминает, что конфликт разгорелся якобы из-за пропавших денег. Утром они встали, взяли бутылку самогонки, распили эту самогонку. Ну и значит вот тот знакомый, который переночевать попросился, он значит собирался уходить. Но предварительно попробовал карман обхлопал, говорит, а у меня 4 тысячи не хватает. 53-летний потерпевший был односельчанином Ломакина. В Саранск приехал, чтобы ухаживать за ним. Накануне трагедии 25 февраля в гости к друзьям заглянул 63-летний гражданин и попросился переночевать. Все трое хорошо посидели, выпили, а утром гость не досчитался денег. Подозрения пали на друга Ломакина, ведь сам он не передвигался и взять чужой не мог. На этой почве возникла ссора, а затем и драка, которая закончилась убийством. В тот же день лицо, нанесшее телесное повреждение, было задержано. В отношении него возбуждено уголовное дело. На время следствия обвиняемого заключили под стражу. Проведенная в ходе следствия судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть потерпевшего наступила от тупой травмы тела и травматического шока. Свою вину обвиняемый признал полностью. По решению суда мужчина проведет 8,5 лет в колонии особого режима, если приговор вступит в законную силу. Екатерина Чермянина, программа происшествия.